Продолжение следует... Прибор, названный им Грозоотмечек, который был предназначен для регистрации электромагнитных волн. Этот прибор считается первым в мире аппаратом беспроводной телеграфии, радиоприемником. В 1897 году при помощи аппаратов беспроводной телеграфии Попов осуществил прием и передачу сообщений между берегом и военным судном. Необходимое оборудование на Гагланд завес ледокол Ермак. Система заработала не сразу, но к 6 февраля 1900 года удалось установить надежную связь. И в этот же день около другого финского острова Лаванцари оторвало и унесло в море льдину с 50 рыбаками. Спасти их мог только ледокол. Сообщение об этой трагедии пришло из Петербурга в катку по телеграфу. Нарочный не смог дойти по льду до Гагланда, где находился Ермак. И тогда Попов передал приказ Ермаку по радио. Ледокол немедленно вышел в море и успешно спас рыбаков. Этот приказ стал первой официальной русской радиограммой. К апрелю 1900 года броненосец Апроксин был успешно снят со скалы. Беспроволочный телеграф доказал свою надежность и был принят на вооружение флота России. Субтитры создавал DimaTorzok